Если вы смотрели легендарную киноэпопею в пяти фильмах «Освобождение» режиссёра Юрия Озера, то должны помнить эпизод в заключительной части «Последний штурм», связанный с подружением над немецким листагом «Знамени Победы». В самой этой картине задействованы 51 исторический персонаж. Среди них мне бы хотелось сегодня рассказать о Степане Андреевиче Неустроеве, Герои Советского Союза, легендарном командире 1-го стрелкового батальона 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, Герои Советского Союза. Ну, конечно же, на премьере в 1971 году удивлённые зрители спросили у него, как же так? Фильм «Красавец», «Кинозвезда», «Касая сажень в плечах», а в жизни щуплые, невысокие, да ещё и лицо всё в ямочках от оспы. Степан Андреевич ответил с юмором, когда я брал листаг, я и был таким, как кинозвезда. Конечно, мне бы хотелось рассказ о Степане Андреевиче Неустроеве рассказать, конечно, даже с детства. Степан Андреевич родился 12 августа 1922 года в селе Тарица, нынешняя Твердловская область, в крестьянской семье. Но закончить школьное образование он не смог, потому что нужно было помогать семье. И ему пришлось идти работать слесарем в шахту. Когда пришло время военного призыва, ему сполнилось 19 лет, то смышлённого мальчишку рекомендовали для поступления в военное училище. А так как Степан Андреевич с детства мечтал быть, как все мальчишки, командиром Красной Армии, то, конечно же, он поступил и закончил Черкасское военное пехотное училище. И закончил его в звании лейтенанта в ноябре 1941 года. То есть через три месяца он уже был в армии. Он был уже в армии и воевал, конечно, на северо-западном фронте. Можно перечислить, где он воевал. Он участвовал в освобождении Прибалтики и Польши, в штурме Восточной Пруссии, Восточной Побирании, Висло-Одресской операции. И был пять раз серьёзно ранен, в том числе и очень тяжело. Но особо командир батальона 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии капитана Устроя отличился в боях за Берлин. Вот что написал командир полка, полковник Зимченко, в наградном листе. Капитан, устроив в штурме Ристага, действовал исключительно храбро, решительно. Проявил воинскую добриць и геройство. Его батальон первым ворвался в здание Ристага, закрепился в нём и в течение суток удерживал его от яростных попыток немцев выбить батальон из здания. Немцы попытались шквальным огнём вытеснить батальон. Они подожгли зал, где сгрепились бойцы капитана Устроева. Пожар охватил почти все комнаты. Вдобавок к этому немцы открыли ураганный огонь из пулемётов, забрасывали зал гранаты, не стреляли из фауст-патронов. Оставался без огня только маленький коридор. И, смотря на это, капитальный Устроев не отступил, не ушёл из Ристага, а использовал проломость стена, умелыми манёврами проник с небольшой группой бойцов на балкон. Открыл оттуда огонь и заставил немцев уйти в подвалы. На фронтоне Ристага воины батальона сержант Егоров, младший сержант Кантария и лейтенант Берест, посланные Устроевым, водрузили красное знамя, символ нашей победы. Вот за эту успешную операцию в немецком Ристаге указом президента Университета СССР от 8 мая 1945 года капитану Неустроеву Степану Андреевичу предсвоено звание Героя Советского Союза. Со знаменем победы Неустроев должен был участвовать в зимитном параде победы в Москве. Но сказалось ранение, одно из тяжёлых ранений. Он прихрам был. И по приказу Жукова, конечно же, было решено передать религию знамя победы на личное хранение в музей уроженных сил и не выносить его на парад, а сам 23-летний капитан-герой только присутствовал на параде в качестве почётного гостя. После войны Неустроев некоторое время служил во внутренних войсках УВД. На Колыму прибыл 15 июля 1948 года. Он работал старшим уполномоченным управления особого лагеря номер 5 Берегового лагеря ВВД СССР. Дело в том, что тех, кто был доставлен на Колыму в качестве заключённых, репрессированных, тоже охраняли герои Советского Союза. Но спустя три месяца, 20 октября 1948 года, он покинул наш край и отправился служить на Урал. И пусть это были всего три короткие месяца биографии Неустроева, Но его имя, имя воина-героя, навеки связано с Колымской землёй. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Продолжение следует...